До календарного праздника знаний осталось меньше месяца, но на Архангельском ЦБК 1 сентября дожидаться не стали и уже сегодня провели свой день знаний – экологических. За учебными партами руководство и руководители подразделений комбината. В качестве учителей – специалисты Росприроднадзора. Казалось бы, руководство ЦБК работают не первый день и на подобные темы могли бы сами читать лекции для молодых коллег. Но, как говорится, повторение – мать учения. Да и законодательство может измениться. Поэтому возможность освежить знания лишней не будет, тем более в год экологии. Потребность в обучении вообще всегда – это внутреннее стремление человека к самосовершенствованию. Но, с другой стороны, потребность в образовании, конечно же, определена федеральными законами об охране окружающей среды и вообще, в принципе, экологическая грамотность – это одно из направлений, которое на сегодняшний день Архангельский ЦБК активно внедряет жизнь. Причем борьба за экологию на Архангельском ЦБК всегда во главе угла. Это подтверждают и цифры. За первое полугодие 2017-го в сравнении с аналогичным периодом прошлого года предприятие сократило сбросы загрязняющих веществ в водоемы на 21%, а выбросы в атмосферу – на 14%. Экологическая составляющая нашей деятельности, она во главе угла стоит. И каждый год для нас является годом экологии. Поэтому у нас поддерживается и детское движение «Эколята». Любое мероприятие нашего технического переоружения имеет свою экологическую составляющую и мы уже можем посчитать экономический эффект именно от экологической составляющей. В зависимости от мероприятия он может составлять от 10 до 25%. По мнению сотрудников Росприроднадзора, деятельность ЦБК в области экологии сейчас заметно ощутима. Но это не останавливает сотрудников предприятия применять все новые технологии в работе по снижению воздействия на окружающую среду. Так что сегодняшний урок на комбинате был проведен не зря. Михаил Мишанин, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение.